здравствуйте приветствуем вас на канале европлант life сегодня мы пришли с нашим экспертом евгений магдач для того чтобы сделать прививку на яблоню у нас есть вот такая молодая яблонька до этого здесь было дерево его спилили вырос вот такой вот у нас стволик возможно это дичок возможно просто какая-то хорошая корни собственная яблоня мы решили что мы сохраним ее и сделаем из нее то что называется дерево сад дерево дружбы возможно на ней будут и какие-то собственные плодики когда-то но пока их нету мы решили сюда привить небольшую веточку яблони одно из полезных весенних садовых работ которые вы можете сделать это прививка и перепрививка декоративных и плодовых культур семейства яблоневые в которые входят яблоня груша рябина айва японская хиномелис черноплодная рябина это растение которые между собой очень хорошо прививаются прививки на них очень хорошо приживается и например делают прививки даже на груши и яблони на рябину это имеет место быть прививки хорошо приживаются растения плодоносят но вот у них уже с возрастом наступает то что называется поздняя несовместимость прививок стволик рябины тоненький а яблоня или груша разрастается довольно широко и то есть на тоненьком стволике образуется вот такой вот наплыв который может переломиться но в целом где-то лет десять-пятнадцать у этого растения есть для того чтобы вас порадовать и цветами и плодами на рябину обыкновенную можно прививать рябину плакучую то сделать плакучие по формы на нее же можно прививать черноплодную рябину то есть это будет не большой раскидистый куст торчащий во все стороны а на тонком стволике будет аккуратная шапочка из черноплодной рябины время прививок которая считается самым лучшим это время около майских праздников около 1 мая неделю до неделю после зависит от погоды иногда можно начинать чуть пораньше если мы приезжаем на дачу бываем чаще приезжаем часто то мы можем дождаться и меня времени начала сокодвижения и сделать прививки за кору как мы делали с прививкой прививка лимона но если мы на даче бываем раз в неделю и мы не можем точно знать приедем мы будет сокодвижения не будет сокодвижения есть еще два способа ну как минимум два способа прививки это в приклад и в расщеп которые не требуют сокодвижения и так как мы вот сейчас приехали и сокодвижения еще вот на это яблоньки нет мы как раз на нее сделаем прививки в приклад и в расщеп я уже подготовила плюс-минус яблоню для прививки хочу я привить вот в эти крупные верхние ветки и хочу еще снести и макушку сделать прививку на центральный проводник лучше всего конечно делать прививки на верхней ветке и на центральный проводник они лучше приживаются вот эти вот все ветки удалять не надо то есть как мы уже сказали может это может быть дерево сад когда будет на одном дереве несколько сортов яблони единственный такой момент важный желательно чтобы это все-таки сорта были одного срока созревания то есть это на раннюю яблоню мы прививаем раннеспелые сорта на позднюю там поздний поздний спелые сорта то есть примерно так чтобы вот не было разной разницы в просыпании тогда соответственно и прививки лучше приживаются и в растение будет лучше расти черенки откуда мы берем черенки когда заготавливаем черенки мы берем с плодоносящих деревьев можно черенки взять у соседей то есть вы знаете что у соседей какая-то яблоня которая очень вкусная очень сладкая она вам очень нравится и заготавливать такие черенки нужно где-то вот в конце зимы начале весны то есть февраль-март месяц мы срезаем молодые приросты приросты прошлого года подписываем обязательно этикеточку делаем заворачиваем их в мокрые полотенца или в такие вот влажную тряпочку влажные салфетки заворачиваем в пакетик и кладем в холодильник и вот до там до апреля до мая они у нас в холодильнике спокойно лежат и ждут соответственно момента прививки если мы хотим привить какой-то определенный сорт то можно купить черенки в пушкине в аграрном институте у них есть питомник при аграрном институте где все тоже сорта подписаны вы купите вот такой вот небольшой пучок черенков который вам хватит того чтобы сделать прививки не только вам но еще и даже соседям может быть уже туда приступим давай давайте приступим я сниз сняла полностью макушку для того чтобы сделать прививку в центральный проводник после того как вы сделали спил нужно посмотреть внимательно на него и острым ножом аккуратненько его зачистить чтобы не было никаких мочалок так дальше для того чтобы сделать прививку вращать нам нужно вот этот стволик расщепить примерно посредине острым ножом мы его осторожно аккуратно на какую глубину расщепляем ну примерно на глубину того разреза того среза который будет в на черенке это примерно но сантиметра два три сделали этот расщеп он у нас нормально расходится можно делать прививки и не на молодое дерево уже более старшие ствол может быть ну гораздо толще и 5 сантиметров и 6 там будет важно чтобы совместились камбий на черенке и на прививке и соответственно на стволике можно ставить даже не одну прививку а два с двух с двух сторон от расщепа после того как мы сделали этот срез мы готовим черенки для прививки дальше нам нужно подготовить черенок для того чтобы вставить его в расщеп и дали зарежем и черенки точно так же как для прививки лимона мы берем острые остро отточенные какой-то нож или прививочный или канцелярский который я уже показывала и делаем длинные срезы с одной стороны от черенка и с другой стороны нареза нарезая черенки мы очень часто боимся порезаться и чтобы не бояться порезаться можно взять какой-нибудь пластырь и просто замотать пальцы тонкий ровный срез который нам нужен очень часто приходит к нам не сразу поэтому черенков лучше всего нарезать с запасом или взять обрезки то что вы нарезали молодые приросты и соответственно попробовать под по тренироваться нас прививка в расщепку я уже говорил поэтому нам срез нужен не с одной стороны а с двух сторон лопаточку да вот такой вот лопаточка и будем это сейчас аккуратно срезать вот с одной стороны срезали так а сам черенок какой длины мостов мы оставляем черенок примерно длиной но мы не по длине считаем а по почкам примерно 3-4 почки оставляем и вот этот вот весь вверх мы с вами срезаем и сначала мы соответственно срезаем не нужный нам вверх а потом уже вставляем черенок в расщеп потому что есть такая ошибка что сначала вставляют а потом уже начинают срезать в этом момент очень легко черенок сдвинуть с того места в которое вы его вставили поэтому лучше срез сделать заранее если у вас не получилось сразу ровный срез ну вот в один или два приема можно аккуратненько подточить подточить вот и после этого нужно сразу вставлять черенок в расщеп можно воспользоваться тем инструментом которые вы делали срез для того чтобы этот черенок для того чтобы сделать расщеп и вставить у нас здесь подвой гораздо толще чем привой поэтому черенок мы вставляем с одного края с одного края нам важно совместить комбиальные слои поэтому мы вставляем его до начала среза вот вы его вставили и вот он самостоятельно у нас держится если мы хотим мы можем сделать еще одну прививку ставить еще один черенок в этот расщеп мы пока орган ограничимся наверное одной прививкой после этого мы точно так же как со всеми другими прививками пишите пожалуйста осторожно и это все дело заматываем вообще какие-то принципиальные разницы есть в исполнении на прививки на цитрусовые и прививки на яблоню нет нет вообще никакой принципиальной разницы нет и если вы научитесь прививать яблоню то вы потом можете прививать и груши и рябины и лимонные то есть принципе при принципе прививок у всех растений абсолютно один и тот же но яблони прививать проще в каком плане очень много материала который можно можно привить поэтому можно тренироваться на яблонях рябинах и потом уже переходить к более не мы сейчас очень модным различные вот такие деревья которые миниатюрные на штамбе то есть сохранительное дерево чтобы она не ушло в 10-20 метров ну имела например именно или плакучую крону или какую-нибудь зонтичную такую форму или еще что то то есть в принципе возможно взять например какой-то дикий подвой ту же самую рябину да да и сделать из нее хоть черноплодную рябину на штамбе да 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 плакучую рябину срезать где-то черенки на каких-то породистых рябин какого-нибудь до донга да вот все 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 это реально осуществить собственными руками до осуществить собственными руками можно начинать делать прививки по видео по каким-то мануалам по книгам очень рекомендую книгу по прививкам автор кудривец там это очень хорошее руководство к действию раз разобраны очень много разных способов вот и очень по очень понятные верхушечка тоже очень важно ее закрыть садовым варом все очень понятно но конечно лучше всего чтобы специалист вам это хотя бы один раз показал потому что когда вам все показывают и рассказывают вот в реальном времени вы все все можете посмотреть попробовать это конечно очень помогает и в общем я хочу сказать спасибо всем своим учителям которые меня в свое время научили делать прививки и именно теми способами которые меня научили которые мне показали они у меня приживаются лучше всего вот 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 такая вот вот все мы садовым варом замазали соответственно и на это все нам нужно надеть целлофановый пакетик целлофановый пакетик мы не будем снимать пока не проснутся почки и прививка не начнет расти когда-то произойдет ну это происходит примерно через месяц некоторые держат пакет по подольше но честно говоря я не вижу к этому показаний а вот обвязку снимают очень часто не через месяц через два а где-то в конце сезона чтобы у вас точно было хорошее срастание там например никаким сильным ветром или если вы махнете рукой и сядет птица чтобы это не сломалась то есть это мы не трогаем не обвязку не садовый вар мы не убираем до конца сезона на этой веточки мы сделаем прививку в прикладах приклада для этого нам нужно на веточки срезать небольшой участок коры мы где мы делаем срез примерно той длины которой у нас будет длина черенка срез срезы на черенке после этого мы берем черенок для прививки и выбираем ровную часть его и делаем срез с одной стороны довольно довольно длинный который сходит на нет вот мы его сделали чуть-чуть его я думаю надо подправить вот так вот срезаем лишнюю часть вот и мы прикладываем черенок и смотрим чтобы у нас совместились опять же комбиальные слои если у нас получилось так что срез на по двое оказался чуть шире чем срез на черенке то мы соответственно смещаем черенок в одну сторону чтобы комбиальные слои совпали с какой-то страны он должен совпадать с корой да 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 то есть как раз с какой-то стороны должна совпадать вот мы прикладываем черенок смотрим чтобы все хорошо совместилось и после этого берем обвязочный материал и тоже аккуратно но очень плотно это все приматываем все fix все фиксируем все одеваем пакетик ждем когда срастет все через месяц мы смотрим пакетик да 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 и ждем там уже почек на которых началась вегетация да 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 можно делать прививки на несколько веток одновременно они все обычно ну все и все не все большей частью они приживаются но желательно чтобы это были вверх и желать этого чтобы это были верхние ветки потому что когда дерево растет она питательные вещества в основном гонит при сокодвижении наверх и верхней ветки прививки на верхних ветках будут хорошо расти хорошо приживаться хорошо расти гораздо лучше чем на нижних то есть на нижних может быть прививка и приживется но у нее не будет никакого бурного роста цветения и плодоношения поэтому лучше всего конечно прививать на центральный проводник или на вот ветки которые наверху рядом с центральным проводником ну вот мы наконец-таки завершили обрезку нашей яблони привили на нее три черенка упаковали их в пакетике чтобы сохранялась влажность и теперь она у нас будет месяц состоять в таком состоянии потом мы приедем и посмотрим прижились ли прививки началась ли вегетация то все правильно все предлагаю вам попробовать повторить это занятие у нас еще есть как минимум две две недели до самое благоприятное время задавайте ваши вопросы оставляйте в комментариях для евгении надеюсь что она ответит вам на все и поможет вам справиться с этой на самом деле мне нехитрой работой дорогу осилит идущий как говорится справка всё правильно до свидания а а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok